Нина Луценко. Много испытаний выпало на ее долю. Как и на жизнь большинства советских людей, родившихся в 20-х годах прошлого века. Голод 30-х, репрессии, Великая Отечественная война. В той или иной степени все эти события коснулись каждой семьи. Луценко не исключение. Нина была обычным и в то же время необычным ребенком. Слишком уж волевой характер для девчонки. Но может именно он и помог ей многое пережить и отметить свое 90-летие. Родилась Нина Сергеевна в 1925 году в деревне Букреево, что в 25 километрах от Курска. Она была пятым ребенком в семье. Огород с гектар. Работали в деревне все, даже малыши. Исполнилось пять – все, считай, полноценный помощник по хозяйству. Тогда вообще не было понятия «избалованный ребенок». Сидеть одинаково ели, одинаково одевались, да и не опекали особо родители никого. Гром прогремел. Никакой обуви. Бегали мы по дождю, по грязи. Вечером собираемся домой. А с воды степлой мы моем ноги. В школу бегали за пять километров. Опять же, есть вещи потеплее, раз во щеке, идешь на занятия. Нет, передвигаешься перебежками, а зябший, но все равно, будь добр, успеть к первому уроку. Особенно осенью, зимой, по холоду, я пришла. Не очень-то были мы одеты тепло. В ботинках ходили. Или прибежишь, бежишь в улицу, коленки похлопаешь, присядешь, опять бежишь. Так я на уроках не то что разговаривать. Я рот открывшись, слушала учителя. Потому что я приду домой, мне уроки учить, устных уроков я учить не смогу. Сельские дети не шумели на уроках, они слушали. Науки Нине давались легко. Благодаря старательности и способностям уже в четвертом классе девочка сама стала учителем для мамы и нескольких соседских женщин. Я их учила писать палочки и цифры. Садились вокруг стола, и вот если доставали какую-то книгу, то все они по очереди читали. Мама с нами, все сидели вокруг стола и слушали. Все, что где находили, все читали. Книги Нина очень любила. Самой еще и десяти лет нет. Завтра в школу идти, а зачитывалась, бывало, до рассвета. Читала Винь, Гоголевский, читала, читала. Все уже спят. Уже за полночь этот огонек качается, а я читаю, уже гроб летает. Уже пора идти спать в школу завтра. А я боюсь выйти из-за стола. Но на мое счастье мама проснулась. А в 33-м на долю семьи Луценко выпало первое большое испытание – голодом. Люди даже по деревне падали и умирали на улице. Не опухли с голоду сами только благодаря отцу. Он работал ветеринаром. Не выживет скотина, значит, будет у семьи хоть какая-то еда. Кожу приносил, снимал дверь с сарая, натягивал, смолил ее, чистил, мыл, резал и варил. И мы сидели, мы ели. Иногда выручали и старшие братья, которые трудились в колхозе. Кто работал там на месте, их кормили. И давали по кусочку хлеба. И вот старший брат заворачивал этот кусочек в тряпочку, прятал в карман, привносил и нам по кусочку делил. А второй брат тут говорит, чего ты сам не ешь, ты же работаешь, они же не работают. А он говорит, ты что, дурак у нас, как они будут работать, когда они маленькие. Компьютеры, айпады, планшеты – для нас это все так естественно. А в 30-е годы не то, что гаджетов, даже электричества в деревнях не было. Нина Сергеевна до сих пор помнит тот день, когда впервые увидела электрическую лампочку. Такого не видали никогда, чтобы лампа загоралась на сосне. В колхозе поставили большой рупор, радио включили. В семье Луценко сыновей старались воспитать трудолюбивыми, а девочек – круткими и скромными. Мать следила за каждым ребенком. От ее зоркого взгляда нельзя было ничего скрыть. Чтобы не ходили в грязном, чтобы меняли, стирали. Так, чтобы мы приучались. Учила нас скромности. И что-то было табу, это она нам объясняла. Даже будучи, вот, будучи, пошла я уже на фронт, будучи в армии, я знала, что можно, что нельзя. В 14 лет Нина уехала в Ольгов учиться в фармшколе. Закончила первый курс и началась война. Девушке пришлось вернуться в родную деревню. О том, что боевые действия затянутся, тогда никто и не думал. Только когда немцы оккупировали Курск, местным жителям стало понятно, что все это надолго. Штаб фашистов располагался прямо в доме Луценко. Как только враги узнали, что отец Нины ветврач, тут же отправили его заниматься немецкими лошадьми. Откажешься – расстреляют. Находчивый ветеринар вредил фашистам, как мог. А у них хорошие лошади такие ездовые, смотрю, круп, чеснок, чесотка распространяется. Он вместо того, чтобы лечить, он ее дальше размазывал, чтобы она дальше распространялась. А потом говорил немцу, что, пан, не поддается лечению, придется вам эту лошадь пристрелить. А то, что она заразит других. Ну, они хороших лошадей застреляли, чтобы не заразить других. К местным жителям немцы относились терпимо. А семье Луценко сыграл на руку еще и тот факт, что в их доме жил вражеский генерал. Тряпками, платок какой-нибудь напялишь на себя, закроешься, одни глаза видны. И чтоб немцы не обратили на нас внимания. Проходит какое-то время. Ну, немцы же ходили кругом по всей деревне. Они там видали, и шуру видали. Они же выходили туда. Потом говорят, да вот, там красивые, приятные, да симпатичные девочки. Но туда нельзя ходить. Там генерал живет. Однажды немцы привели в деревню пленных. Среди них оказались и два одноклассника Нины. Фашисты на глазах у жителей устроили над ребятами зверскую расправу. В тот день девушка решила, во что бы то ни стало, уйти на фронт. У меня вырвалось. Ребята, а там еще такое не прощают. Мечта Нины сбылась уже через пару месяцев. В деревню пришли наши. Немцы отступали. Советские солдаты задержались в Букреево всего на сутки. Все это время Нина ходила за командиром и упрашивала взять ее с собой. Я все равно же уйду, говорю, возьмите. Он мне говорит, ты не представляешь, куда ты просишься. У нас только мужчинам под силу. Это же отдельный истребительный противотанковый дивизион. Я говорю, не смотрите, я сильная, я же из деревни. Я говорю, я все выдержу. Уже через 24 часа Нина шагала в строю. Четыре месяца учебки. Девушка занималась наравне с мужчинами. Автоматы, пистолеты. Потом ружья ПТР, правда, я не училась. А пушку я учила, из пушки стрелять. Из пушки стрелять. Потом по движущейся цели, упреждения брать. Тяжело. Знала, куда шла. Экзамены в итоге Нина сдала на отлично. А вот присяга далась труднее всего. Не то, что стыдно, а вот, ну, девчонка из деревни. Если бы я, как теперь уже городская, так чего ж, я почет и все. А тогда мне стыдно перед ребятами было выйти и вот сказать, что я служу Советскому Союзу. Нине присвоили звание ефрейтора, перевели в батарею. В обязанности входила подавать снаряды и собирать гильзы. Параллельно она была еще и медсестрой. Ее навыки оказания первой медицинской помощи спасли на войне не одну жизнь. У лейтенанта лошадь наступает на противопехотную мину. Он как держал поводье, руку повредила и ногу оторвала. У меня же сумка со мной. Я бегу, сразу подбежала. Командир орудий за мной прибежал. Давай ему перевязать же надо. Он, пристрелите меня. Пристрелите меня. А он наш курский оказался. У меня дома четверо детей. Зачем я ему буду обузой? Без ноги и рука повреденная. Я говорю, еще как будешь нужен, ему так выговорю. А сама пистолет забрала в него. Никто, никого стрелять не будет. Раненого вместе с обузом отправили в госпиталь. Тогда Нина не знала, выживет ли он или нет. Спустя несколько лет после войны она встретила спасенного ею лейтенанта. Я его встретила после войны на нашем рынке. Нога была деревянная, он на деревянной уже на ноги приехал. А почему же вы не признались, не подошли к нему? Да ну не стала теребить раны старые. Он сидел, получал деньги, а жена продавала мясо. Жена на весах лет, а я же его смотрю. Ну я думаю, что ты говорил, что ты не нужен? Да ты нужен еще как. Детям, отец в доме. В 44-м Нине присвоили звание сержанта и назначили наводчиком 45-мм пушки. И стреляла неплохо, надо вам сказать. Завязывается бой. Поднимают пехоту в атаку. Ну что, мы же с ними. Страх за спиной ходил. Но страх бывает такой, что теряешься и не знаешь, куда бежать. И страх осмысленный. Я не лезла, вперед батька упекла. Я не высовывалась из-за щитка. Не кричала там где-то что-то. А я осторожна, но всегда должна была я победить, а не он меня. За бои на Днепре Нине Луценко вручили орден Красной Звезды. В мужском коллективе девушка пользовалась большим уважением. Беспрекословно выполняла приказы командиров. Никогда не жаловалась и не плакала. Но тяжелее всего было даже не в боях. Самым трудным было терять товарищей. Первым в списке стал командир орудия. Говорит, ты знаешь, меня сегодня убьют. Говорит, что ты взял? А ты выбрось дурные мысли из головы. А он мне говорит, я будто бы дома, перед большим зеркалом, в черном костюме, и завязываю галстук. А мама мне галстук туго затянула. Приезжаем, а командир орудия накрытый шинелью. Бой был. Мне было тяжелее, чем погибал товарищ. Вот только что разговаривали, и он погибал. Вот тогда я не могла разговаривать. Это я больше суток молчала никому, ничего не говорила. И плакать не могла. Вот такое состояние было. Затвердело все, как каменное. Зато Нину не брали никакие пули. Ее даже не ранило за войну ни разу. Такая, говорит, значит, моя судьба. Разрывается рядом снаряд, попадает осколок мне в карман, в шинель, в бок. А в кармане ложка лежала, пробила в ложке дырку, а меня не ранило. Я вытаскиваю осколок из горячей, бросаю руки на руки. Ты что, заговоренный? Я говорю, не знаю. За плечами освобождение Житомира, правобережной Украины, каменец Подольский, Карпаты, Чехословакия. Победу встретила Нина под Прагой. А мы начали салютовать вверх, стрелять из автоматов, а в соседнему полку кухня. Думали, что тут бой идет, как заверни назад. Те еще потом ждали до вечера обед. Праздничный, да? А мы радовались, что кончилась война. Последним горьким впечатлением о войне стало посещение Освенцима. Туда Нина Луценко вместе с другими советскими солдатами заехала по пути на родину. Там целый ворох, вот картошку собирают, вот там, смотрите, детской обуви. Сколько они детей сожгли. Представьте себе, тапочки, ботиночки детские. И два тюка, тюки большие, связаны, упакованы, женских волос. Зла не хватало. Вот что было у нас. Мы настолько были злы, что не знали, что бы мы с ними сделали, если бы мы застали их тут. Много потерь было в жизни Нины Сергеевны. Братья, сестры, товарищи на войне. Она похоронила мужа и двух сыновей. Так и живет. То улыбается, то замыкается и молчит. Все выдержала. Слишком уж волевой характер достался этой обычной и в то же время необычной девчонке. Я сильная, я же из деревни. Я говорю, я все выдержу. Ах да, мы забыли вам рассказать. Нина Сергеевна под Киевом подбила танк в одиночку. Танки идут простым глазом, видно, а прицел там совсем близко кажется. Ой, как быстро мысли работали. Мне казалось, что я кожей даже вижу все. И вот думаю, слышу осколочный, думаю, а что ж я сделаю танку осколочным. Ну, думаю, ладно, была не была, попробую под башню. Подвожу под башню, заклинила башню. Попадает прямо между башней, кстати. Не поворачивается больше башня. И он заметил не меня, а заметил соседнюю пушку. Вижу, он повернул мне, подставил свой левый бок. А я знала, что с левой стороны у него и снаряды, и горючие, запасы горючего. Все у него с левой стороны было. Мы ж знали их технику, изучали тоже. Он бронебойным, влепила ему, не знаю, наверное, в горючее, что вот вспыхнул танк, загорелся, пламя бы охватил. 500 рублей мне дали. Меня такие, как вы, одолели тогда. Как корреспонденты наехали, а я удивляюсь. Говорю, слушайте, какой, ну что такого? Мы же противотанкисты подбили танк. А что бы мы делали? А если бы не подбили, это было бы прозоро, говорю.